Добрый день, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Я хочу напомнить, что наша выездная студия, студия медицинского канала, работает сегодня на 18-й ассамблее здоровья Москвы. И очередная тема нашего прямого включения, это будет разговор о раке предстательной жерезы, точнее о биопсии. Я представлю наших гостей и дальше передам слово им. Я приветствую в этой студии Александра Мотри, профессора Генского университета. Здравствуйте. Дальше я приветствую Дмитрия Юрьевича Пушкаря, академика Пушкаря, главного внештатного специалиста уролога Департамента здравоохранения города Москвы. И справа от меня доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии института имени Евдокимова, медицинского института имени Евдокимова, Александра Говорова. Здравствуйте, добро пожаловать. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, что о заявленной теме, что бы вы хотели сказать публике? Вы знаете, мы себя чувствуем вот втроем сегодня в привилегированном положении. Почему? Потому что мы вот только что провели большую секцию научную, и сегодня мы хотим осуществить свою мечту. Мы хотим сказать несколько слов нашим пациентам, нашим мужчинам. И вот первый мед.тв канал имеет такую возможность, и мне кажется, что это уникальная возможность. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы все потенциальные пациенты, вы скажете, да. Второе, кто приводит мужчину к врачу-урологу? И мы спросим об этом сейчас профессора Матри. Кто в Бельгии, кто в Европе вообще? Как мужчина попадает к урологу? Вопрос, который важный? Важный. Второе, а вообще попасть к урологу просто или нет? Вопрос важный? Важный. А вообще быть у уролога и консультация у уролога, это больно или нет? Вопрос важный. Четвертый вопрос, который сегодня имеет место быть, особенно когда мы в интернете, особенно, это а что, какая гарантия, если я приду к урологу и вот расскажу ему вот эту историю, есть она или нет, или просто мои опасения, когда никаких симптомов нету, обследуйте вот эту мою предстательную железу, потому что сегодня ведущая сказала, вы знаете, а мы будем говорить о раке простаты. А я говорю, нет, мы будем говорить больше, чем о раке простаты, мы будем говорить просто о простате. И вообще зачем она? И есть ли какие-то заболевания? И вот действительно, когда есть рак, потому что пациент сегодня, мы, это четвертый вопрос, а гарантия какая? Вот что гарантированно найдут? Следующий вопрос. Гарантированно вылечат или нет? Эти вопросы очень важные. Эти вопросы, которые мучат каждого мужчину. И профессор Говоров, как ведущий специалист у нас в стране по изучению рака простаты, который является членом многих международных комитетов, и профессор Алекс Матри, который руководит самым крупным центром подготовки специалистов, выполняющих роботоассистированные операции, в основном у больных раком простаты. И первый вопрос у меня к вам, к обоим. Ну, конечно, я тоже отвечу. Вот как попадают к урологу в Бельгии? Вы затронули действительно очень важный вопрос. На мой взгляд, мы можем заниматься лечением пациентов с раком предстательной железы только тогда, когда мы выявляем рак на ранней стадии. Тогда возможно полное исцеление. Это означает, что нам нужно убедить всех мужчин приходить к врачу хотя бы один раз в год для того, чтобы врач осмотрел простаты. Мужчины должны это делать с 50-летнего возраста в Бельгии, в Западной Европе. Еще 10 лет назад все женщины раз в год обязательно обращались к гинекологу. Почему же не обращаются к урологу мужчины? Это совершенно не больно. Это очень простое обследование. Сегодня мы делаем забор крови. Это всего лишь один анализ крови. Мы осматриваем пациента, и уже на основании этого сегодня мы можем сказать, есть ли у данного пациента риск развития рака предстательной железы. Поэтому я хотел бы настоятельно попросить всех пациентов обращаться к урологу. Если мы хотим излечить всех пациентов, наши мужчины должны обращаться к урологу как можно раньше, поэтому очень важен скрин. В связи с этим маленький дополнительный вопрос на одно слово. В Бельгии достаточно урологов? Вы знаете, я только что профессор Говоров задавал этот вопрос. Вы говорили где-то 7 тысяч урологов. Это правильно? Немножечко меньше. В Бельгии у нас примерно 350 урологов на 11 миллионов человек населения. При этом я не считаю, что абсолютно все мужчины должны приходить на прием к урологу. И в этом заключается наша задача. Наша задача убедить терапевтов, когда терапевты делают общий анализ крови, они должны также назначать анализ крови на простатический специфический антиген. Это простатический анализ крови, который измеряет риск развития рака предстательной железы. Ведь пациент приходит к терапевту для того, чтобы посмотреть на уровень холестерина. Почему бы не исследовать? Я хочу сказать, как главный специалист Москвы, что в Москве, а было сказано профессором Матри, что в Бельгии 11 миллионов человек, и там 350 урологов. В Москве, ну мы знаем, что в Москве больше, чем 11 миллионов жителей, да, ну будем брать 20 вместе, да. В Москве 1250 урологов. Поэтому наши мужчины должны знать, и профессор Говаров это прекрасно знает, что в Москве 1250 урологов. Поэтому никаких проблем прийти к урологу нет. Кто? Вы осуществляете прием регулярно, поликлинический прием, стационарный прием. Кто приводит мужчину к урологу в Москве? Дмитриевич, ну, во-первых, к урологу в Москве в основном, конечно, к сожалению, приходят мужчины, у которых есть симптомы, у которых есть какая-то жалоба. А Алекс Матри сказал о том, что это поздно зачастую. Это надо понимать. Часто приходит жена пациента без пациента. Ну как часто? Вот как? Ну, на приеме, который я веду, я думаю, что это 8-10% случаев, когда приходит или жена, или дочка пациента без пациента. Выясняя, что с ним происходит, рассказывая, говоря о том, что в следующий раз, подготовив мужчину, подготовив пациента, она придет с ним. Почему? Потому что мужчины боятся уролога. Тайны нет. Не надо приходить женщине, родственнику, родственнице одной. Тайны нет. Вы должны прийти вместе. Это очень-очень важно. Что касается непосредственно профессора Говорова, который принимает вот эти 8-10%, я не скрою, и вам это будет интересно. У меня это процентов 20-25, когда приходят какие-то родственники, какие-то знакомые и так далее. Вот профессор Говоров сказал, пойти к урологу не больно. Я даже не буду вовлекать мантри, потому что я уверен, что пойти к урологу в Бельгии не больно. В Москве лучше, чем в Бельгии. Почему? Потому что в Москве сегодня уролог вооружен А. Московской урологической школой. Что это такое? Это знания. Это абсолютные знания. Сегодня в Москве уролог вооружен клиническими рекомендациями. Причем каждый уролог Москвы, и сегодня вот Первый МедТВ узнают об этом впервые. Каждый уролог Москвы является членом Европейской ассоциации урологов. Если вы спросите бельгийских наших специалистов, вот в Бельгии, каждый уролог является членом Европейской ассоциации урологов? Да. Вы знаете, большинство бельгийских урологов являются членами Европейской ассоциации урологов, и вы абсолютно правы. Дмитрий, я считаю, что квалификация урологов повышается, выходит все новые и новые рекомендации, клинические рекомендации. Европейские рекомендации в настоящий момент признаются по всему миру, они даже обошли американские рекомендации, используются в Индии, в Китае. Поэтому я считаю, что наши урологи руководствуются в своей работе клиническими рекомендациями, и это приносит пациентам гораздо более лучший результат, чем та ситуация, когда урологи руководствуются только лишь своим профессиональным. Профессор Голов является основным специалистом в России, который адаптирует европейские рекомендации, запятая, калькулятор риска рака простаты, запятая, новейшие достижения в области биопсии простаты в Москве, в России. Ну, естественно, все это адаптируя, адаптируя это, включая в рекомендации российские, запятая, переводя все это на русский язык и так далее. Ваше мнение по вот этому второму вопросу, прийти к урологу не страшно, ладно, мы решили, не страшно, естественно. А вот прийти к урологу, это сегодня какая-то обоснованная гарантия? Это сегодня что? Вот это сегодня, раньше же, вы помните, это было пальцевое обследование, да, пальцем, и это мы понимали прекрасно, как это, в общем, да, тревожно. Потом это какое-то еще обследование достаточно неприятное, сегодня мы решили, что его нет, но вот гарантия, вот пришел, ну да, пришел, ну и что? Что будет сделано? Мы говорим, конечно, про заболевание простаты. Сделано очень много разных полезных, современных, высокотехнологичных вещей, потому что урология – это дисциплина, которая развивается сейчас очень динамично, и урология развивается быстрее, чем целый ряд других смежных специальностей. В урологии есть ранняя диагностика, в урологии есть робот, в урологии есть лазер, есть специальная прицельная биопсия, поэтому мужчины, которые к нам приходят, и которые, к сожалению, имеют жалобы, мы хотим, чтобы они пришли тогда, когда мы все эти технологичные исследования применим, у мужчин жалоб не имеющих. Потому что сегодня мы можем найти рак простаты, если он есть, в минимальном зачаточном виде и предложить больному не только расширенную какую-то операцию, а операцию минимально инвазивно, с сохранением нервно-сосудистых пучков, с сохранением удержания мочи, с сохранением потенции или фокальное уничтожение опухоли, не трогая всю предстательную железу. Это сегодня реальность. Если мы сегодня говорим, а что будет, если я пойду к урологу, он говорит дома. Маш, а что будет, если я пойду к урологу? Ну и что? Вот что. И это очень важный момент. То же самое в Бельгии, абсолютно. Полностью согласен. Высокотехнологичные технологии, которые есть в нашем распоряжении, они действительно являются передовыми в урологии, но мы можем воспользоваться их преимуществом только тогда, когда пациент находится на ранней стадии заболевания, когда рак еще не распространенный, без метастазов. Мы можем назначить гемотерапию, антигормональную терапию. И, конечно же, выживаемость пациента повышается. В Москве у мужчин есть доступ к ведущим экспертам в области урологии, экспертам, которые знамениты на весь мир. У вас есть урологи, которые имеют обширный опыт работы с самыми передовыми технологиями. Когда мы хотим назначать терапию рака на ранних стадиях заболевания, мы делаем это по трем направлениям. Первое направление, естественно, мы хотим полностью излечить пациента от рака. Но многие боятся операций. Почему? Потому что операции на простатии часто приводят к двум самым частым осложнениям. Первое – это недержание мочи. И второе возможное осложнение – это естественная потенция или эректильная дисфункция. Но я хочу вам сказать, что на сегодняшний день технологии являются настолько передовыми, что результаты наших операций являются действительно впечатляющими при том условии, что опухоль мы поймали очень-очень рано. Мы действительно сохраняем нервно-сосудистые пучки. А ведь когда опухоль становится большой, мы, к сожалению, уже нервы сохранить не сможем. Поэтому мы настоятельно просим всех мужчин каждый год приходить на скрининги в Москве для этого есть все возможности. О которой мы сегодня говорили, для врачей претерпела драматические изменения за последние, может быть, даже 10 лет, Александр Ильич. За последние 10 лет. И сегодня эта манипуляция, которая выполняется в Москве, выполняется и в России, в экспертных руках всегда. Сегодня, знаете, вот такой биопсии, как какой-то подпольной, криминальной биопсии, ее в России нет. Почему? Потому что сегодня в Москве, ну мы на ассамблее Москвы, да, давайте будем говорить про Москву. Все-таки, знаете, что бы не получилось потом, что они говорят про всю Россию. Мы говорим про Москву. В Москве это сосредоточено в руках высоких профессионалов. И два слова буквально перед тем, как завершить рассказом, буквально на 20 секунд о роботоассистированной программе, которую ведет профессор Матри. Мы спросим об этом, мы расскажем про своей, о нашей роботоассистированной программе московской, она тоже существует. Я бы хотел все-таки сказать сегодня про биопсию простаты и про тот регистр, который начал вести профессор Говоров непосредственно по заданию департамента здравоохранения, который, прежде всего, не просто стандартизует биопсию в Москве, а объединяет этих урологов, которые используют самую современную технологию, это гистофьюжн. Технология, которая позволяет действительно выявить рак простаты, вот то, о чем говорит Алекс Матри, на самых ранних стадиях. Несколько слов, буквально одно-два слова по этой программе, пожалуйста, это очень важно для наших мужчин. Это современная программа, которая позволяет брать биопсию амбулаторно, позволяет брать биопсию под местным обезболиванием. Пациент находится в клинике при такой биопсии 30-40 минут, не больше, и эта биопсия берется прицельно. Это позволяет применить пациенту все те высокотехнологичные методы лечения, о которых мы говорим и о которых мы уже говорили, которые могут потребоваться у отдельных больных, у которых биопсия выявит для этого показания. Аппаратура называется гистоскан и гистофьюжн. Но дело в том, что речь на самом деле не только об этом была. Речь была о том, и об этом надо говорить всем, что это сегодня, вот мы говорили, Сергей Семенович Собянин сейчас говорил непосредственно, все эти наши коллеги из-за границы говорили о том, что мы должны собрать данные. Наши данные, московские, российские, и вот эта программа, она объединяет этих людей, это собрание, это big data так называемый. Они будут, и вы за это отвечаете. Алекс, смотри, вы являетесь руководителем самого совершенного и самого современного центра по подготовке роботоассистированных специалистов. Мы очень благодарны вам, что вы открыли двери для наших российских специалистов. Мы проводим курс регулярно, совместно с профессором Говоровым, совместно с профессорами нашими, Николай Натаревым, Константином Борисовичем Семенякиным, Игорем Владимировичем. Проводим курсы на русском языке. И это очень важно. Ну, эти люди могут просто и посмотреть на непосредственно работу профессора Матрии и коллег у вас в центре клиническом. Ну, и потом непосредственно здесь же находится огромный тренинг-центр, где стоит огромное количество роботических установок при операции на трупном материале и на животных. Прежде всего, мы хотим продолжать эту программу в рамках Департамента здравоохранения города Москвы. И второе, мне бы хотелось все-таки у вас спросить, какие перспективы развития данного центра? Потому что мы, конечно, не скрываем, что мы хотели бы видеть такой центр у нас в России с вашим участием. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас и профессора Горова. Большое спасибо, что вы помогли нам добиться нашей миссии в Академии ОРСИ. Наша миссия, естественно, — сождествовать медицину по всему миру, и особенно в том, что касается робот-ассистированной хирургии. Без участия таких экспертов, как вы, это было бы невозможно. Мы проводим сейчас образовательные курсы на девяти основных языках, и один из этих языков в настоящий момент — это русский язык. Наша миссия, естественно, — усовершенствовать медицинские знания, но делать это не просто, а в партнерстве с различными мировыми экспертами. Поэтому сейчас мы создаем целую сеть учебных центров ОРСИ, где мы можем сотрудничать с экспертами, и центром, в котором будет доступ у многих докторов. Сейчас у нас 220, и мы по-прежнему обучаем молодых хирургов, настоящих операционных, они обучаются на реальных пациентах. Можете себе это представить? Вот представьте себе пилота, он проходит обучение, он сотни часов проводит в авиасимуляторе до того, как он может попасть в кабину самолёна. В медицине мы работаем на живых людях, поэтому мы должны делать всё для того, чтобы обучать наших специалистов. Обучая специалистов, мы можем снизить количество осложнений более чем на 50%. Представьте себе, сколько денег это сэкономит в национальном системе здравоохранения. Я считаю, что это потрясающе, что мы имели возможность сегодня обратиться, а, к пациенту, и, б, сказать, что не надо бояться уролога. Каждый год, начиная с 50 лет, нужно ходить просто, зайти к урологу. Урологов достаточно. Зайти к урологу не больно. Если мы ставим какой-то диагноз от самого простого до самого сложного, сегодня есть реальные возможности. И наши специалисты, они действительно те специалисты, которые представлены своей профессией, представлены своим опытом во всех странах мира. Вот такая вот ситуация, ассамблея продолжается. Ещё раз большое спасибо за приглашение. Большое спасибо Александру Викторовичу и профессору Матри за участие. Большое спасибо за ваш интересный и содержательный разговор. Я желаю успеха вашему сотрудничеству между странами и на европейском уровне. А Москва, я так поняла, что она лидирует во многом. Я напомню нашим зрителям, что в студии у нас были профессор Алекс Матри, профессор Генского университета и основатель института роботизированной хирургии ОРСИ, академик Дмитрий Пушкаль, главный внештатный специалист-уролог Департамента здравоохранения города Москвы, и Александр Викторович Говоров, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Медицинского университета имени Евдокимова Минздрава. Всего доброго. Продолжение следует...